МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот я обожаю море. Я очень далеко плаваю. Я люблю плавать далеко. Хотя все мне говорят, почему ты плывешь? Я не могу им объяснить, почему я плыву далеко. Я там сливаюсь с природой. Вот я море, небо, солнце. Вот там мы единое, где-то там. Когда я не слышу голосов, ничего. Волна, шорох волны, чайки пою. Мы одинокими являемся только во время рождения и во время смерти. Когда никто не сможет ничем тебе помочь. Никто из нас не знает, когда, как и где. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я родилась в этом доме. В той комнате, в которой провела потом все свое детство и юность. Наши соседи рассказывали, как они услышали мой крик, первый крик. Вошла в этот мир с таким голосом пронзительным. Месяц у меня не было имени. Потому что я родилась 21 мая. А 21 мая – это день святой Елены. И мама хотела меня назвать Еленой. А отец – софи. И шла тяжба такая. Наконец-то, когда мне исполнился месяц, папа написал эти два имени на бумажках. Бросил в шапку. В мою ручонку месяцного ребенка туда, в эту шапку. И я достала Софию. Я очень рада, что меня назвали Софией. Все же, София – это мудрость. София – это мудрость. София – это мудрость. Дерево алое, дерево малое, ярко горящее, чудо творящее. Господи, помоги мне найти. Помоги мне найти. Все золотую рыбку ищешь, Ильоз? Ищу, а как же. А змей не боишься? Тут и всякая нечисть водится. Что поделать? Без шипов розы не сорвешь. Ищи, ищи. Кто ищет, тот и находит. Когда я поступила в институт ВАВГИК, мне задали вопрос такой. На каком языке вы мыслите? Я задумалась. На каком языке я мыслю? И потом я ответила, наверное, на том языке, на каком я разговариваю. И продолжаются мысли, наверное, на том же языке. Правду говорят, что человек стареет на рассвете. Если бы не рассвет, и мы бы оставались вечно молодыми. Сумерки давят, но зато подготавливают тебя к загадочным ночным приключениям. Рассвета же нет. Ара! В предрассветной тишине меня охватывает жуткое чувство. Надо бежать, скорее зажмурившись, чтобы не видеть последних гаснущих звезд. Не люблю старые фотографии. Смотришь на себя спустя год, и кажется, будто сто лет прошло. Сколько мне было? Почти тридцать. Ух, как много по тем временам. Помню, детьми мы говорили, куда она прет, старушка 30-летняя. Так вот, мне было 30, когда мы в первый раз ехали ночным поездом из Женевы в Рим. Я проснулась счастливая в 6 утра, и тут меня угораздило поглядеть на себя в зеркало. Какой ужас. Я постарела самые малые лет на 5. Это тот случай, когда не помогут никакие огуречные маски, никакие компрессы из плаценты. Ровным счетом ничего, потому что старица не кожа. Непоправимое происходит с душой. Какая подлость. Простая крестьянская девочка и такая красивая. А глаза какие, словно у газели. Чего ты платишь? Помилуй, а чего она плачет? КОНЕЦ Я все время скучала по маме. Все время. Потому что у мамы не было времени для меня. У нее были или репетиции, или спектакли. Или репетиции, или спектакли. Это длилось все время. Мама, скоро ты придешь. Мама, скоро придешь. Это рефрена. Вот мое детство, я помню, как я... Поэтому я даже... Когда я сама стала матерью, вот это жуткое чувство, что мне испытали мои дети, я как цыганка их стала таскать на съемки. И уже, значит, когда я стала сниматься, у меня мальчики были вот два года и пять лет. И я их таскала, мы буквально пешком, и на лошадях объездила я хевсуретию, сванетию, там, татушетию, везде вот с моими парнями. Это было... Это было просто здорово. Тогда мне было очень тяжело. Но вот я сейчас думаю, как это было здорово, что я не заставила своих детей вот так же скучать и испытать то, что я испытывала в свое время с мамой и с отцом. Я все время скучала по родителям. Все время скучала. У них были очень трогательные взаимоотношения папы с мамой. Они опозжали друг друга. Помню часами телефонные разговоры ночные, когда папа был в Москве, она здесь. Вот эти ночные телефонные разговоры и объяснения в любви. Я ловлю, услышать, люблю. Так жар, дедуша, вся и страсть, но еще в столам полома. Здесь так хорошо, на сердце легко. И ты любишь меня, она голова за мое. Это было прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два полюса у меня в семье. С одной стороны, по материнской линии, аристократы. Старая аристократия грузинская. Дедушка был нотариусом в Кутаисии, из Кутаисии они. Бабушка была председателем театрального общества. Она была Бестужевка, кончала в Петербурге. И разговаривала, я помню, бабушку все время так. Господа, я помню, господа. Она все время так. И один из ее рассказов, который вот так в детстве все время я знала, она рассказывала, господа, я была на этом съезде, на трибуне, красавец, как и Церетели, как и Церетели был меньшевик, на трибуне, как и Церетели, красавец, о каком говорил, «Боже мой, в это время рядом со мной какой-то рыжий парень скакивает и кричит, есть такая партия!» В общем, этот рыжий парень оказался Лениным. Вот этот рассказ бабушкин я помню. Она была такая, знаете, аристократка в метенгах. Я помню бабушку по отцовской линии. Она была простая женщина, крестьянка. У нее была косыночка, так, значит, одета. Она играла на гармошке, маленькая гармошка у нее была. Вот я помню ее на гармошке, играющие, значит, ее руки, и как она, значит, просила меня, чтобы я танцевала, маленькая девочка, значит, я танцевала. Дедушек я не помню. Хотя, вот я же говорю, помните, в материнской линии, значит, Натариус, дедушка был очень красивый. А по отцовской линии, значит, Эдишер. Вот папа потом делал его скульптуру. Она есть у нас. Эдишер – это была такая колоритная личность, значит. Все его знали, весь Тмилиси его знал. Он, значит, на базаре там продавал то зелень, то мясо, то... Ну, и все, он носил национальный такой костюм кинтол. Играет музыка. Эдишер. С парHHHH. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И он пришел в искусство Он собирал, знаете, вот на улицах старые журналы, газеты там И по этим газетам он ознакомился с Леонардо да Винчи, с Микеланджело, с великими художниками Ренуаром, Дегогом, Ван Гог Он стал художником, он стал великолепным скульптором В нем он кинематограф и папу снимали как актера Потом он стал уже режиссером, стал снимать У него потрясающие немые фильмы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Был это грузинское кино Так называемый неореализм Который пришел как будто бы из Италии, из Франции Но вы не представляете этот неореализм У нас в 20-30-е годы уже существовал кинематограф в Грузии Мой отец снимал немые фильмы Потом снимал Рене Клер И это было как какое-то новшество А это уже все произошло В Грузии это все было Было АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Верно говорят, одной жизни для человека слишком мало, старость не радует. Это неверно. Старость имеет свои прелести, старость имеет память. Память должна стареть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оказывается, какой он вносил шум, какой он вносил жизнь в этот дом. Я тоже был под влиянием его. Необычайное обаяние. Это было чудо человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ Вижу Вереков, закрывается внизу в своей комнате, что-то пишет. Я сразу, как близкий к литературе человек, я говорю, Вера, что-то вы пишете, может, я тоже прочту. Я говорю, как это-то никто не будет читать. Вы одна. Еще неделя прошла. Вижу, каждый день это продолжается до поздна, до двух, до трех часов ночи. Я еще раз скромно спросил, да дайте так буквально пробежать глазом. Нет. Ну, вот прошло какое-то количество дней определенное, и она так бросила мне на стол читать. Она писала своему мужу, умершему 10 лет тому назад. И писала дневники каждодневные. Число, время, дня, месяц и дорогой месяц. Сегодня Супико-Танга пошла на репетицию. Вот они сейчас готовят то-то и то-то, и каждый день, как рапорт перед ушедшим 10 лет тому назад мужем, что в семье все благополучно. Было, но эти письма-то исчезли. Исчезли. Или она сожгла их, уничтожила перед тем, как с ней вот этот удар случился. По крайней мере, вот я не могла их найти. Даже завещание мамина я нашла только спустя месяц, после того, как я ее похоронила, и выяснила, что я ничего из ее просьбы, из ее завещания не исполнила. Там она предвидела свою смерть. Я написала. Просто конвертик я не могла открыть. Знаете, мамина ящик. Когда ее не стало, я долго не могла к нему вообще подойти, притронуться, открыть его. И даже вот мама очень любила французские духи и все такое. И до сих пор в мамином трильяже, внизу он стоит, я когда его открываю, оттуда запах мамин идет. И когда я открыла этот ящик спустя месяц после ее ухода, я увидела маленький конвертик. И написано «Сопико». Я открыла, а там завещание. Я напишу там «Заклинаю тебя памятью отца и брата». И брата уже не было в это время. «Если меня хватит удар, не тащи меня в больницу. Дай мне умереть в своей постели. Не возвращайте меня к жизни. Я не заслужила жить калекой. А сегодня столько средств. Сделай мне один маленький укол. Ведь я так мечтаю лежать рядом с моим мальчиком. Выполни мне это. Это будет для меня огромным облегчением». Ее хватил удар. Я потащила ее в больницу. Естественно. Ее похоронили на святой горе Давида. Но тогда меня никто не спрашивал. Мама была такой величины, что ее сразу определили туда. Она так мечтала лежать рядом с моим братом. Он похоронен в другом месте. Так что ни вот ни одного пункта из того, что она меня просила, я не выполнила. Это меня сегодня, знаете, как угнетает и беспокоит. Но я прочла это уже после того, как все произошло. Но все равно, я думаю, я бы все равно взяла бы ее в больницу, потому что я надеялась, что ее смогут спасти. Она сама остановила свое сердце. Потому что когда мы ее привезли в больницу, мы ее сразу присоединили к аппарату. И психиатры мне сказали, что удар, что это надолго. Будем бороться и все такое. А она в ту же ночь остановила свое сердце. На второе утро ее уже не было. Она была сильная женщина очень. Она никому не... Даже уже когда мы ее взяли в больницу, знаете, вот в коридоре, а там уже все узнали в больнице, что велико, везут велико, и все выбежали, и стояла толпа огромная и все такое. И будучи, значит, одна половина уже не бездействовала, но правая рука еще немножечко. И она, знаете, взяла это покрывало и накрыла себя головой, чтобы никто не видел ее в таком состоянии. что она не хотела. Она не хочет. Она не хочет. Галиф. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Дайте мне говорить. По-настоящему одна. Я бываю только ночью и то сейчас, когда нет рядом коты. Мне сегодня может быть очень тяжело. Тяжело мне морально. Я потеряла близкого человека. Но нельзя, понимаете. Вот я помню, когда умер мой брат, ему было 49 лет. Я думала, что мама не будет тоже жить долго. Мама, наверное, уйдет. Вслед. Потому что они так любили друг друга. Мама брата любила гораздо больше, чем меня. У них был прямо вот роман. Мама, 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 мама. И ромас, ромас, ромас. Поэтому я думала, что, ну, как она сможет жить. Но жила. Ни одной слезинки никто не видел на ее глазах. Но ночами она запиралась в своей комнате. Я слышала, как она воет, как раненый зверь. Во, она одна. Потому что горе выражаешь всегда, и когда остаешься сама собой одна. Я сильный человек вообще. Если я задумываю, я должна выполнить. Я даже боюсь этого. Потому что как-то все легко удавалось. Все легко. Все, что я задумывала. Вот у меня ощущение, что Бог со мной. Что Он со мной. Рассмотрен каждый вечер на закат. Думаю, какая я счастливая. Уже сколько закатов солнца я видел. Все разные. Ни один закат не повторяется. Так же, как не повторяется ни одно рождение и смерть человека. Надо уметь увидеть то, что тебе дарит Бог. Он мне подарил большую любовь. А ведь очень многие рождаются и уходят. Не знают, что это такое. А я знаю. И я счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok